Количество рейсов в Омском аэропорту увеличено на 58% за счет появления новых маршрутов и частоты полетов по привычным направлениям. К примеру, только в Москву теперь можно улететь одним из девяти рейсов в зависимости от личных предпочтений, времени и перевозчика. Руководство Омского аэропорта утвердило осенне-зимнее расписание движения воздушных судов и встретилось с журналистами. О том, какие сюрпризы ждали коллег на пресс-конференции, в репортаже Дарьи Шевчик. Одной из самых острых проблем не только в экономике, но и в имидже Омской области уже долгое время является плачевное состояние аэропорта. С недавнего времени много сил и ресурсов, как государственных, так и частных, направляется на то, чтобы этот пробел восполнить. По словам министра промышленной политики, транспорта и связи Омской области, проект Федоровка никто не отменял. Но пока он реализуется, а это ни год и ни два, имеет смысл развивать действующий аэровокзал, который в конечном итоге присоединится к Федоровке. До этого времени остановить все, как было в аэропортовом центральном, тоже нельзя, потому что это будет впрямую влиять на показатели окупаемости аэропорта Федоровка, ну и, собственно, на показатели привлекательности аэропортовой деятельности в нашем регионе. На сегодняшний момент проведена серьезная работа по реконструкции при вокзальной площади. Она увеличена практически в два раза. Также принят еще ряд решений по улучшению внешнего вида и функционирования аэропорта. Первый этап мы завершили. Вот видите, там, в правой стороне, если смотреть со стороны привокзальной площади, вот такая недоделка большая. Это вторая очередь. Так вот, мы в летнем сезоне приступили к подготовительным работам по завершению реконструкции аэропорта. Аэропорта – это вторая очередь. И принято принципиальное решение, что в этой второй очереди мы откроем обслуживание пассажиров международных рейсов на вылет. То есть у нас будет технологическая схема работать следующим образом. На прилет будет через существующий международный терминал, а на вылет – вот через правое крыло существующего аэропорта внутренних воздушных линий. Помимо внешнего обновления, в значительной степени изменилась и внутренняя работа компании. В частности, существенно увеличилось количество рейсов. В настоящий момент аэропорт Омск-Центральный предлагает 8 рейсов в Москву. Новые регулярные рейсы в Иркутск, Екатеринбург, Хабаровск, Ростов. Также добавилось и несколько международных рейсов. По словам Михаила Бермана, улучшить работу аэропорта может каждый желающий. Разными путями. Либо позвонить по телефону 517-517, либо оставить сообщения на ящиках, которые есть в здании аэровокзала. На сайте можно отправить сообщения непосредственно генеральному директору, уверяясь, все эти сообщения до меня доходят, и по всем этим сообщениям принимаются меры. Так, по многочисленным просьбам населения на всей территории аэровокзала была создана зона Wi-Fi. Также на прошедшей пресс-конференции была презентована новая версия сайта Омского аэропорта с измененным дизайном и внутренним наполнением. С помощью добавленных рубрик и разделов пассажиры могут следить за онлайн-расписанием с активным статусом рейсов, подписаться на новости аэропортом, задать интересующие вопросы директору или специалистам, посмотреть фото и видеоинформацию о работе организации и воспользоваться схемой аэровокзала. Это тоже новинка нашего сайта, на которой в удобном виде отмечены все помещения, которые необходимы пассажирам для того, чтобы свободно ориентироваться в аэровокзале. Ну а гвоздем программы стал промо-полет для журналистов на 30-местном самолете Embraer 120, который с недавнего времени используется для региональных перевозок. Самолет, в общем-то, сделан очень удачно и хорошо. Если взять по сравнению с нашими советскими аналогами, допустим, А-24, то тот летает, допустим, на высоте 6 тысяч метров, этот может подниматься, мы летаем на высоте 9 тысяч метров все-таки. А летом в грозы – это очень принципиально важный момент. И скорость его где-то 550 км в час. При расходе топлива – 380 кг в час. Несмотря на плохую погоду, нам все же удалось посмотреть на город с высоты более тысячи метров. После удачного приземления пилот предложил пассажирам отправиться в Екатеринбург. Ведь именно на таком самолете 17 августа этого года осуществляются перелеты в столицу Урала. К слову, они были возобновлены после почти 30-летнего перерыва. Субтитры создавал DimaTorzok